Хоу, двоечку прописать, а? Хе-хе, всем приветище! Сегодня мы поиграем в симулятор боксера. И да, не удивляйтесь, что у меня такой странный голос, потому что я простыл. Я простыл весной, почти под конец весны, в начале лета. Это ж надо было такому адресу, это капец. Ну только я так могу. В общем, вот, я играю за вот такого вот боксера. Он очень-очень псих. Короче, он очень психованный. Это видно по его лицу. Ты посмотри только на него. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть боксерские перчаточки, вот такие вот, которыми мы будем прописывать двоечку. Вот, также у нас есть возможность тренироваться здесь. Здесь у нас боксерские груши, которые мы можем побить вот так вот шикарно. Есть шарики, позаниматься фитнесом, побегать, попрыгать по ними. Конечно же, можем взять гантельку, гантелечку вот так вот берем. И качаем свою силу. Опа! Фух! Фух! Плюс один к силе. Отлично! Просто респект мне! Сейчас накачаю себе бицуху и поду раздавать всем щей. Ну, то есть не суп, а лещей буду раздавать. Вот. Также у нас здесь есть скакалочка. Блин, какие же у меня стрёмные тросы. Точнее, это шорты. Но они выглядят как будто с каждой стороны их я обмочил водицей. Ну, или чем-то другим. Ну, или чем-то другим. Ладно, покачали. Значит, мы бицуху можем мы попрыгать на скакалке. Попрыгав на скакалке, мы увеличиваем себе хп. Ну, то есть здоровье. Здоровее будем. Так что прыгаем все на скакалочках. Быстрее, быстрее, насколько быстрее мы можем. Наш персонаж просто продолжает давить улыбы. Ему это очень нравится. Ну, боксер, он на всю голову отбитый. Это касается только моего боксера. Только моего боксера. Что у вас там за боксер, я не знаю. Также у нас есть переносной велотренажер, который мы сейчас достанем из своего кармана. Ты только глянь. Хлыбыш. И все, покатили, покатили качать скорость передвижения. Ну, точнее, наш бег, наш бег. В боксе, конечно же, бег не очень важен, но вот выносливость, она очень важна. Так, ты посмотри, как просто разнесло мои булки, чтобы сесть на этот велотренажер. По-моему, их порвало. Вот, мы продолжаем качаться. Наш боксер, псих, очень-очень воодушевленно смотрит в монитор. Что он там видит? Он видит зеленый экран. Я не знаю, он, может, гипнотизирует его как-то, стимулирует к тренировкам. Вот, но мне уже надоело кататься. Давай посмотрим нашу статистику. Статистика у нас следующая. Сила 4... А, сила 43, скорость 32 и максимум жизни у нас 113. В принципе, неплохо. Теперь я предлагаю выйти на боксерский ринг и уже надавать кому-нибудь по щам. Ты посмотри, какой здесь скоростной афроамериканец. Блин, у него прикольный прикид. Я так уже хочу, удрал куда-то. Ладно. Давай зайдем в зону боксинга. Во. Смотри, здесь у нас тренировочные боксерские площадки. Здесь мы можем тренироваться со своими друзьями или не друзьями. Надавать им лещей. А вот там вот, зона 1. Там нас уже ждут профессиональные боксеры первого уровня. Которые мы можем сейчас надавать лещей. И если мы это сделаем, продвинуться в следующей турнирной лестнице. Эй, ты офигел что ли? Засранец. Какой-то игрок разнес меня в холомище. Так, ладно. Давай не будем здесь задерживаться. И войдем на площадочку зону 1. И попробуем надавать вот этому рыжему боксеру. Да что ж такое-то. Слышь, афроамериканец, завязывай уже. Я тут вообще-то боксировать пытаюсь. Так, рыжий боксер. Опа. Бегаем от него по площадочке. Да ты достал. Уйди от меня, афроамерикос. Господи, их здесь несколько, этих афроамериканцев. Так, рыжий головы меня начинает боксировать. Я достаю свои перчаточки. Сейчас я им двоечки пропишу. Двоим. К.О. Как в японских драках пишется К.О. Типа мы победили. Получили левел ап. У меня уже 383 левел. Я еще на самом деле турнира ни одного не выиграл. Видишь, вин 0. Турниры засчитываются только, когда я дерусь с игроками. Ну, а это просто, можно сказать, разминочка. Просто не отходя от респауна, раздаю рыжему лещей. Аперкоты. Всего-всего, чего только можно быть. О, кстати, у меня другие штанишки. Желтенькие. Так, рыжий почему-то очень печальный. Пойдем-ка мы попробуем подраться уже в зоне 2. А в зоне 2... Опа, рыжуха прибежал. А в зоне 2 нас ждет вот такой вот замечательный синий боксер, у которого на голове парик. Парик 18 веков. Господи, зачем ты надел парик, дружище? Получай лещей. Так, переходим на эту площадочку. Этому тоже надаем. Возвращаемся. О, к нам прибежал с той площадочки еще один. Получай. Вот так вот. О, да. Как же я кайфую, когда сношу им парики с головы. О, да. Ки-оу. Ки-оу. Окей. Ну, все. Вот мои хп подошли к концу. Я все-таки не железный человек. И поэтому меня сейчас уделал... Синий боксер. Точнее, боксер с синими перчатками и париком. Вот. Оу, ты посмотри, как мы приоделись. У нас крутой костюмчик. Блин, этот костюм, конечно, на цирковой похож. Ну, ладно. Достаем свои перчаточки и попробуем зайти в другую зону. В зону 3. Мы там еще не были с тобой. Ну, давай, проходи. Так, зону 1 мы сейчас быстренько пролетим. Надеюсь, никого здесь не заденем. И я хочу в зону... Ну, давай, давай, давай. Запрыгивай. В зону 3. Посмотри, какой брутальный там боксер нас поджидает. В зону 3 нужен минимальный левел... Какой минимальный левел-то там? 200. У нас 400, так что мы с тобой спокойненько проходим. Сейчас я вот только уложу вот этого. Гэби Джея. Что-то непонятно, он не укладывается. Ладно. Давай попробуем с Биг Бэером подраться. Большая борода. Эй, бородка. Что случилось? Неужели дисконнект? Нет. Я не хочу дисконнект. Итак, я перезашел. Был дисконнект. Теперь я вот такой вот розовый мальчик. Розовый мальчик. Ну, цвет кожи розовый. Не знаю. У некоторых он бывает. Так. Переходим сразу же в третью зону, где нужен был третий левел. Доставим свои крутые перчатки и пойдем надаем лещей большой бороде. Так. О, большая борода мощная? Очень, я бы сказал, мощная. Ты посмотри, как он меня перекинул-то через себя. Еще и я его как-то умудрился выиграть. Что я с ним интересно сделал? Блин, он такой крупный. Оу. Воу, воу, воу. Опачки. Теперь я стал афроамериканцем. Черным шоколадом. Так, попробую от первого лица надавать лещи. О, от первого лица очень круто. Слушай-ка. Пойдем-ка попробуем надавать лещей этой большой бороде от первого лица. Тек. Нюка, 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 нюка. Эй, большая борода, ты где? А, вот он ты. Хоп-хоп, уклоняемся, уклоняемся. А, как все размасано. Кажется, он меня выкинул с площадочки. Возвращаемся на зону. Так, а ну иди сюда. Хоп-хоп-хоп. Обходим его. Аперкот. Ой, кажется, он мне надавал. По щам моим. Афроамериканским. Мы снова вернулись в свой обычный облик. Только почему-то у меня нет штанов. Я абсолютно голожопый. Очень-очень не круто. Давай попробуем потренироваться. По беговой дорожке побегаем. Так, беговая дорожка. Она нам абсолютно вообще ничего не дает. Поэтому давай раскачивать силу. Попрыгаем на скакалочке. И, конечно же, покатаемся на велосипеде. Ну что, я изрядно подготовился. Давай посмотрим статистику. Что у нас там есть? 104 силы, спид 41. И максимум здоровья 177. И также мы еще можем здесь прикупить себе новые перчаточки. Ну, пока что я их не разблокировал. Новый головной убор. О, красные какие-то штуки есть. Давай наденем. Что это? Оу! Я красный плащ. В боксерском деле такие плащи не очень, конечно, удобны. Но раз я его надел, то пусть будет. Так, достаем свои красные перчаточки. И пойдем раздавать двоечки. Посмотрим, насколько круто я сейчас одолею большую бороду. Как быстро я с ней разберусь. Большая борода. От первого лица заходим. И даем просто... Опа-опа. Кажется, мне тут помогать кто-то прибежал. Давай игрока сейчас. Вот так вот. Игрока одолели. И сейчас сразу же большую бороду расфигарим. О, нифига себе, какой я мощный-то стал. Может быть, это плащ мне столько мощи придал, а? Давай, давай, давай. Хоп-хоп-хоп. Ну, все. Я стал очень больно бить. Но здоровья, конечно, можно было бы и побольше. Так, сейчас я снова одену красный плащ. Вот. Эй, красный плащ. Давай, давай, давай. Вот так вот. Так. Ну, я думаю, фиг с ней, с этой красной бородой. Ой, красной большой бородой. Красной бородой. Пойдем-ка зайдем в следующую зону. Зону 4, где нужен трехсотый уровень. Смотри, какие суровые здесь боксеры. Они словно из этого. Врастал маня, как же это? А, рестлинг. Словно из передачи рестлинг сбежали эти чуваки. Такие суровые маски у них, мексиканские. Давай попробуем. О, как он больно бьет-то, слушай. Кажись, я его так просто не одолею, если не буду бегать и перемещаться по площадочке. Давай, последний удар. Есть! Один. Один был поражен, но другой просто вынес мою голову с площадки. Так, что-то какой-то бледный мне персонаж попался. Давай немножечко подкачаемся и хпшечку себе поднимем. Потому что там что-то без хп вообще делать, походу, нечего. Кстати, да, я совсем забыл вам рассказать. У нас же здесь есть замечательный тренер. Вот такой вот дедок с пузом. Огроменным пузом и огроменным, я не знаю, как это, спиной. И огроменной спиной. У него полотенчика еще на плече есть, чтобы вытирать наш пот. В общем, он нас здесь тренирует. И тренировки его стоят, индивидуальной тренировки. 150 рубаксов. Так что я пошел лучше сам потренируюсь. Так. Что-что-что, я вроде бы хпшечку подкачал. Попробуем еще раз подраться с тем рейслером. Я, короче, включил свитчлок. И попробую сейчас с таким макаром подраться здесь. Надеюсь, это увеличит мои шансы на победу. Так, иди сюда. Хоп-хоп-хоп. Уходим, уходим, уходим от ударов. Слушай, ну да, со свитчлоком удобнее, конечно, играть. Но что-то мне эта ошибка не помогает. Потому что я очень сильно огребаю. Ай, блин, чуть-чуть осталось. У него, кстати, половина хп была, и все равно я не вывез его. Так, давай попробуем с этим. Хопа. Уворачиваемся. Да, здесь просто по-глупому драться с ними вообще бесполезно. Блин, двое на меня налетели. Ой, сейчас и трое налетят. Ааа, нет, нет, нет. Короче, что я здесь понял? Драться с ними просто в упор, это бесполезная штука. Здесь нужно подходить с умом. Смотри, как надо драться. Профессиональный бой. Хопа. Уходим от удара. Что-то я, конечно, с зоны выскочил. Давай, давай, давай. Хоп. Он ударил, отбегаем от него. Блин, сейчас я получил жестких люлей от него. Так, так. Двоечку прописал. Да, блин, как так? У меня что, жесткий пинг, что ли? Все равно, как у меня получилось в прошлый раз двоих снести. Что-то я как-то не понимаю. Ладно, давай хпшечку еще подкачаем. Может быть, у меня что-то сбросилось. Итак, бой-реванш. Заходим на площадку. И давай просто давать ему люлей. Кто кого. Ножи, ножи, ножи. Есть. Есть. Одна победа у меня есть. Я сматываюсь отсюда, чтобы посмотреть, какие еще ждут нас боксеры. Здесь у нас пятая зона. Левел 400 нужен. Вот такие вот афроамериканцы с зелеными перчатасами ждут. Я что-то боюсь с ними драться. Вообще жутко боюсь. Так, попробуем. Сейчас. Ой-ой-ой, кто-то ко мне подбежал. Зона 6. 500 левел. Здесь у нас афроамериканцы с такими уже темно-зелеными перчатасами. Дальше. Зона 7. Левел 600-ый. Здесь у нас какие-то, я не знаю, блондиночки. Блондиночки ждут, которые хотят надавать нам люлей. Зона 8. 700-ый уровень. И здесь нас поджидает Пеннивей. Ну, или, по крайней мере, похоже на него клоун. Вот. И, кажется, я не знаю. Ну, я сейчас попробую с ним подраться. Но, мне кажется, он меня сейчас с одной плюхи вмесит просто. О-о-о-о-о-о-о-о. Ну, было достаточно нанести ему два удара по мне и все, в принципе. Вот. Итак, я накачал тысячный уровень. Сейчас мы быстренько пробежим до конца всех зон. И посмотрим, какой же самый сильнейший там противник имеется. Ой, кажется, не добежим. Кто это сделал? Что за проказник? Так. Побежали. Нужно как можно быстрее раскачать скорость передвижения. Потому что здесь такие флеши бегают, что их даже не замечаешь. Так. Зона 7 сейчас у нас пойдет. Вот. Мы прошли зону 8. Сейчас проходим 9-ую зону. 10-ая зона. И. Вот. Мы в 10-ой зоне. Максимум 10 зон. И здесь нас поджидает вот такой вот афроамериканец с красными перчатками. Зайдем в его зону и попробуем с ним подраться. Эй, чуваки. Я с одним хотел? С двумя я не вывезу. Это 100%. Так что. Оу. Это было мощно. Итак. Тысячный уровень. Я думаю, что мы можем сделать ребут. Где здесь ребут? По-любому здесь должен быть. Ребут. Возможно сделать с 250 уровня. Давай сделаем. Я все сбросил. А что он дает-то, кстати, интересно. Да по большому счету он что-то как-то ничего вообще не дает. Даже не засчитали ребут. Смотри-ка. Левел сбросился, а ребут не сбросился. Фу ты, ну ты. Вот и настроение пропало играть. В общем, ребята, вот такая вот игруха. Симулятор боксера. Можно здесь поразвлекаться, поприкалываться с другом или в одиночку. Здесь все условия для этого созданы. Если тебе понравилось, то ставь лайкосик. Пиши комментарий. И подписывайся на канал, чтобы не пропустить других крутых видосиков. Спасибо за просмотр. Пока. И до нового видосика. А я еще на велотренажере свои булочки разомну. Опа. Поехали. Спринтуем. Спринтуем. Мы с тобой спринтуем.